Это программа «Наше утро». Просыпайтесь вместе с нами. Мы продолжаем проект под названием «Секрет Поли Шинели». Сегодня в студии Александра Порыгина и Дмитрий Солдатов. И, как мы уже говорили, в Челябинске, Абинске наступила зима. И многие люди собрались на зимнюю рыбалку. Это, конечно, прекрасный вид активного отдыха. Это романтика, удовольствие для мужчин и даже для женщин. Да, да, да. Да, конечно же, удивительно, что люди не боятся выходить на лед, который вроде как только что встал. Это не всегда безопасно. И несмотря на то, что еще только ноябрь, многие рыбаки, забыв о предусмотрительности, уже на льду. В общем, мы сегодня хотели поговорить об этом подробнее. И, собственно, прямо сейчас это сделаем. Сегодня мы связались с директором поисково-спасательной службы на водных объектах города Челябинска Андреем Короткевичем. Для того, чтобы узнать, когда же все-таки можно рыбакам выходить на лед. Андрей Викторович, доброе утро. Доброе утро, Александр. Доброе утро, Дмитрий. Скажите, в какие сроки рыбакам вообще находиться на льду безопасно? Александр, как показывают многолетние наблюдения, на водоемах Челябинска области и, в частности, на водоемах города Челябинска, ледостав начинается приблизительно во второй половине ноября. И водная гладь водоемов покрывается коркой льда. Но это не говорит о том, что как только лед встал, это безопасно и на него можно выходить. Безопасным для человека считается лед толщиной 10 и более сантиметров. И, как правило, на водоемах со стоячей водой, без наличия течений, подводных ключей, каких-то теплых сбросов промышленных предприятий, значит, такой лед безопасный устанавливается примерно ближе ко второй декаде декабря. Если мы говорим про весенний период, то во второй половине апреля снежный подпров и лед начинают активно таять. Поэтому, обобщив все вместе, можно сказать, что безопасным, более-менее безопасным нахождение на льду со второй половины декабря до первой половины апреля. Но это далеко не правило и не догма. Все зависит от погодных условий, наличия осадков, мокрого снега, дождя и так далее. Андрей Викторович, давайте напомним о самых простых и элементарных правилах нахождения на льду. Я еще раз повторюсь и не постесняюсь, что безопасным может считаться лед толщиной 10 и более сантиметров. Однозначно нельзя отпускать на лед детей одних без присмотра взрослых. Нельзя выходить одному на неокрепший лед. Настоятельно не рекомендуется выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Если вы переходите по льду группой, то необходимо соблюдать между собой расстояние не менее 5-6 метров. При рыбной ловле на льду рекомендуется лунки делать на расстоянии не ближе, чем 5-6 метров друг от друга. Желательно при переходе на льду какие-то рюкзаки, рыболовные ящики вешать на одно плечо. То есть в случае, если что-то случилось, всегда можно себя их, по крайней мере, сбросить. Ну и чтобы избежать беды, у рыбаков всегда должны быть с собой веревка не менее 25-30 метров, чтобы можно было пострадавшему ее бросить и оказать какую-то помощь. Давайте попробуем смоделировать прямо сейчас ситуацию. Если лед под ногами рыбака треснул, то как ему быть и как себя вести в такой ситуации? Вопрос очень объемный. Постараюсь вкратце рассмотреть три ситуации, которые могут возникнуть на водоеме. Первая ситуация, наиболее распространенная. Лед под вами треснул. Что же делать? Значит, необходимо немедленно остановиться и максимально широко расставить ноги. Очень быстро постараться, но не резко, а быстро, спокойно убрать с себя лишние вещи, снять ящик, рюкзак какой-то тяжелый и аккуратно отбросить в сторону. По возможности аккуратно лечь на лед и двигаться ползком в обратном направлении, желательно по тому следу, по которому вы пришли, ведь лед вас до этого держал. Значит, активно звать на помощь, если рядом есть люди, привлекать себе внимание. Вариант второй, если вдруг все-таки лед под вами треснул, вы, вернее, провалились под лед и помощи, предположим, рядом нет. Значит, здесь необходимо опереться на край льда, широко расставить руки, активно звать на помощь, все-таки стараться привлечь себе внимание. Снять с себя также все объемные вещи, значит, стараться наваливаться на кромку льда, выползать. Если это получилось, то, скажем так, ползти к берегу. Если вы стали очевидцем такого происшествия, здесь алгоритм, конечно же, маленько другой. Прежде всего, необходимо немедленно вызвать экстренные службы по телефону 112. Реально нужно оценить свои возможности и силы, дабы самому в том числе не оказаться пострадавшим. Снять с себя лишние вещи, одежду, какие-то подручные средства, если имеются шест, палка, какой-то ремень. Одежду можно между собой связать, в качестве веревки сделать. Аккуратно подползать пострадавшему, не приближаясь близко к пролому льда. Постараться ему протянуть это подручное средство и ни в коем случае не тянуть его на себя, а вытягивать, аккуратно отползая назад. Значит, если никаких... ваши действия не приводят к положительному результату, необходимо, конечно же, прежде всего поддерживать пострадавшего, налаживать с ним активный контакт, активировать его на то, что все-таки он будет спасен, ведь помощь, она уже в пути. Андрей Викторович, времени практически у нас не осталось. Скажите, сколько ЧП произошло в прошлом году? Очень коротко. Буду очень краток. В 2019 году случаев таких не было. На текущий период времени случаев тоже не произошло. Но вот в 2018 году были два трагических случая, связанные с провалами людей под лед. К сожалению, два человека погибли. Андрей Викторович, спасибо большое за то, что сегодня связались со студией. Мы напомним, с нами на связи был директор поисково-спасательной службы наводных объектов города Челябинска Андрей Короткевич. В общем-то, нужно быть аккуратным, когда выходите на лед. Ну вот есть места, где есть лед, но там не очень... там безопасно. Это на новогодних площадках. Да, мы сегодня поговорим еще подробнее о новогодних площадках. Но пока что нам хочется, знаешь, что сделать? Ты любишь готовить, Саша? Если честно, я люблю, но почему-то никто не любит это есть. Так, я думаю, что с помощью нашей рубрики «Кухня мира» все может измениться. Сегодня мы будем готовить китайскую лапшу все вместе. Давайте сделаем это прямо сейчас. До новых встреч!